Фильм «Сталинцы С-60 в снежном походе» на этом канале посмотрели довольно много зрителей, а в комментариях чаще другого встречается замечание относительно отсутствия кабин на тракторах С-60, наличие которых намного бы улучшило условия работы трактористов, участвовавших в экспедиции. В этом фильме будет предпринята попытка исследовать этот вопрос подробнее. Сначала напомню, что трактор «Сталинец С-60» – это копия гусеничного трактора «Катерпиллер-60» в оригинале «Катерпиллер Сиксти», производства американской компании «Катерпиллер Трактор Компани». Копия, за исключением некоторых незначительных изменений, довольно точная. В свою очередь, «Катерпиллер-60» был последователем трактора «Бест-60», который еще с 1919 года выпускался известной американской компанией «Бест Трактор Компани». Эта компания в 1925 году объединилась с другой знаменитой тракторостроительной американской фирмой «Хольт Манифектурин Компани», в результате чего и возникла компания «Катерпиллер». С того времени тракторы «Бест-60» практически без каких-либо изменений стали выпускаться под маркой «Катерпиллер-60». И «Бест-60» и «Катерпиллер-60» выпускались в основном без закрытых кабин. Таковыми были в то время концепция и мода. А для облегчения в какой-то мере условий труда тракториста, эти машины оснащались тентами-крышами, которые простирались на всю длину трактора. Но те экземпляры, которые предназначались для работы в холодных условиях, могли оснащаться и по зимнему варианту с закрытыми кабинами. При этом топливные баки переставлялись на заднюю часть трактора. Надо сказать, что поменять местонахождение топливных баков на тракторе «Катерпиллер-60» не представляло никакой проблемы. Еще из завода тракторы выходили или с правосторонним положением бака эти машины предназначались для промышленного применения или слевосторонним, для сельскохозяйственного использования. А тракторы с задним расположением топливных баков считались зимнего типа. Тракторы «Катерпиллер-60» были сняты с производства в 1931 году. Тракторы «Сталинец-60» в 1933 только начали выпускаться. В свое время, когда выпуск тракторов «С-60» только налаживали, инженеры из Бюро техники безопасности ЧТЗ осматривали «Катерпиллер-60» с точки зрения безопасности и гигиены его обслуживания. По итогам, челябинские специалисты сделали свои выводы и предложения по всех недочетах конструкции этого трактора, которые, по их мнению, имели место, и так или иначе могли представлять опасность или принести вред обслуживающему персоналу. Отчет о проделанной работе получился довольно объемным. Далее будет выдержка из этого документа, но только относительно тех пунктов, которые касались кабины тракториста. Кабина закрытого типа предназначается для зимних работ, но ей пользуются и летом. Она имеет ряд неудобств. Прежде всего, она сильно ограничивает поле зрения тракториста. Особенно трудно ему видеть с рабочего места прицепную скобу в момент подвода трактора к прицепке, так как подвешенный сзади бак для горючего закрывает скобу. Это неудобство особенно сказывается, когда тракторист должен произвести сцепку трактора с прицепкой сам, без помощи посторонних. Переднее окно сделано меньше, чем допускает место, и состоит не из целого стекла, а из двух половинок. Потение оконных стекол и забрызгивание их дождем еще больше затрудняет наблюдение за дорогой и вызывают несчастные случаи. В целях улучшения в кабинку нужно сделать следующее. Для видимости прицепной серьги нужно дать систему зеркал, чтобы тракторист, не сходя с места и не оборачиваясь, мог видеть положение прицепной серьги относительно прицепки. Переднее стекло дать триплекс без переплета, увеличив его высоту вверх, дав к нему щетку, действующую от руки. Плотность соединения стекол усилить резиновыми прокладками. Дать место для огнетушителя, дать лестницу с перилами для влезания в кабинку. Железная крыша летом накаливается от солнечных лучей и увеличивает в кабинке и без того высокую температуру, создающуюся благодаря горячему воздуху от вентилятора мотора, дующего прямо в лицо тракториста. Боковые шторы вообще бесполезны и редко применяются трактористами, так как затрудняют видимость по обеим сторонам трактора. Крышу необходимо делать из плохо проводящего тепломатериала. В боковых шторах дать окна из следы. У сидения тракториста спереди необходимо установить отражающий щит из стекла, с таким расчетом, чтобы струя воздуха от вентилятора направлялась через щит и через голову тракториста. Последнее условие обязательно. Сидение тракториста неудобно, так как нельзя сидеть на нем, откинув несколько корпусов. Его нужно переделать по типу фордовского автомобиля. Ящик для инструмента помещается под сидением тракториста и в него обычно в беспорядке наваливается и инструмент, и болты, а также гайки, шприцы для смазки, тряпки и масленки. Сюда же кладется бутылка с водой и иногда хлеб, что совершенно недопустимо. Ящик этот необходимо делать с отделениями, чтобы можно было хранить пищу отдельно от остальных предметов. Также желательно иметь отделение для индивидуального пакета на случай ранения и нашатырного спирта на случай угорания. Педали нужно разместить так, чтобы имелась возможность работать зимой в валенках, что весьма затруднительно теперь из-за тесноты. Концы всех рычагов нужно обшить кожей. Кроме того, в кабинку необходимо дать освещение. Конец цитаты. Но несмотря на такое хорошее понимание инженерами ЧТЗ предметной области, чтобы построить практичную и качественную водительскую кабину, на тракторе С-60 ее не делали. Более того, челябинцы отказались и от металлического тента крыши, такого как на оригинальных Катерпиллерах, после того, как на одном из испытаний он отвалился от тряски. Вероятно, это все было обусловлено желанием ускорить серийный выпуск тракторов, а заморачивание с кабиной могло это дело притормозить. Несмотря на примитивность конструкции кабин, тракторов и автомобилей того времени, их изготовление все равно требовало достаточно много затрат средств и времени. Например, в 1931 году на кузовные работы грузовика АМО-3, который имел кабину простейшего дерева жестяного типа, затрачивалось 46 часов рабочего времени. Но правда, некоторая часть из этого отводилась на работы по грузовой платформе. А тем более, выпуск тракторов С-60 и без кабины налаживался заводом с большими сложностями, как относительно вала, то есть количество выпускаемых машин, так и относительно их качества. За первое полугодие работы завода, производственная программа из месяца в месяц не выполнялась. На социалистические поля было не додано сотни тракторов. А между тем приближался 17-й сиест партии большевиков, которому челябинцы должны были рапортовать о достижениях нового гиганта машиностроения. А их не было. Исправить положение не помогали ни активная борьба коллектива за овладение техникой, ни усиление классовой бдительности, ни стопроцентная посещаемость и активное участие в собраниях. Между прочим, свыше 10 тысяч рабочих принимало участие в предсъездовских собраниях. Но этот съезд завод так и встретил в большом прорыве. Эта ситуация привела к тому, что сразу после окончания партийного форума, весной 1934 года, на ЧТЗ была создана комиссия по чистке. Руководство центрального и ряда цеховых секторов было сменено. Был замененный директор, товарищ Аловина сменил товарищ Брускин. Мне безинтересны были подходы нового директора к решению некоторых производственных проблем. В частности, чтобы остановить утечку кадров и рабочей силы, которая имела массовый характер ввиду бытовой необустроенности, он просто в приказном порядке запретил кому-либо увольняться с завода. «Относительно инженерно-технических работников, собирающихся бежать, и поэтому спустя рукава работающих», — говорил товарищ Брускин в своей программной речи. «Я им заявляю, что при всех обстоятельствах они будут работать, и тут не может быть никаких или». Новый директор также добавил, что в таком подходе к кадровой политике он заручился поддержкой самого товарища Орджоникидзе, наркома тяжелой промышленности, человека, который руководил процессом индустриализации в СССР. А по поводу выполнения производственной программы, товарищ Брускин сказал следующее. «Штурмовщина, конечно, плохая вещь, но если без нее обойтись нельзя, то можно прибегнуть и к штурму». В общем, не до кабин было на ЧТЗ в то время, хотя уже после отправки первых экземпляров в эксплуатацию от работников машино-тракторных станций начали приходить пожелания установить на трактор хотя бы легкий тент. На ЧТЗ кабины начали устанавливать на часть тракторов уже следующей модели «Сталинец С-65», которые выпускались с 1937 года. Это были все те же простейшие конструкции, как на «Катерпиллерах-60», но с окнами еще меньшего размера. В 1937 году на Сталинградском тракторном заводе, а затем и на Харьковском тракторном заводе начали выпускать гусеничные тракторы СКТЗ «Нати», которые оснащались кабинами, но тоже сильно упрощенной полузакрытой конструкцией. В послевоенный период в СССР некоторые гусеничные тракторы все еще выпускались открытого типа без кабин. Это такие машины, например, как «Кировец» Д-35 или некоторые тракторы садово-огородного типа. Из колесных советских тракторов в конце 1950-х годов легкие закрытые кабины из брезента, которые можно было переоборудовать в полуоткрытый вариант, получили минские тракторы «Беларусь» моделей МТЗ-7, а затем и МТЗ-5 модификаций ЛС и МС. Поход «Кустью Лены» в 1936 году – это не единичный пример использования трактора «Сталинец-60» в экстремально холодных климатических условиях. Эти машины много работали на лесозаготовительных и транспортных работах в суровых условиях Сибири и Севера. В 1936 году на Северную полярную станцию на острове Рудольфа были доставлены два, а затем еще один, тракторы С-60, где они в течение следующих нескольких лет обеспечивали транспортные операции полярникам. В своих отзывах об эксплуатации этих тракторов в арктических условиях участники зимовок замечали необходимость оборудования их кабинами. Также известность получил переход грузового каравана с участием тракторов С-60 по высокогорной Памирской дороге в январе 1936 года. Во время того перехода тракторы ЧТЗ работали, осуществляя буксировку груза через перевалы на высоте 4000 метров при 40-45 градусах мороза. Более подробно об этих походах и экспедициях, а также о том, какие неисправности и недочеты первых попавших в эксплуатацию тракторов Сталинец-60 чаще всего создавали проблемы трактористам, будет рассказываться в следующих фильмах на этом канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова